А еще и Работкина должна быть. У нас три депутата второго. Во-первых, Добрый вечер, Добрый вечер, Добрый вечер. У нас три депутата второго избирательного оборудования Гришина, Елена Владимировна. Работкина, Мир Васильевна, Добрый вечер. Мир Васильевна, к сожалению, приболела и не сможет сегодня пришелся на встрече с избирателями. Поэтому я предлагаю регламент нашей встречи сделать таким образом, где-то 7-8 минут для отчета о проделанной работе и о том, что было. Ну а потом, поскольку практика показывает, так что ваши критические замечания, вопросы, пожелания и, возможно, те проекты, которые мы в ближайшем будущем сможем совместно осуществить. Понимается такой регламент? Да. Хорошо. Только вопрос можно задать? А чем обусловлено вот это вот время 17.30? Вы видите, народу сколько? Четыре человека. Люди же на работе. 17.30 обусловлено тем, что необходимо привлекать сотрудников аппарата Совета депутатов. У них вообще время такое. Это, во-первых. Во-вторых, как вы знаете, у нас на протяжении всего нашего времени работы есть приемные дни раз в месяц с 16 до 19 часов. Поэтому по всем вопросам, к которым обращаются жители нашего избирательного оборудования, в это время нужно прийти к любому депутату, у которого приемные дни... Ну, а я принимаю, кажется, принудительницы, я не знаю, с 16 до 18, поэтому у меня вся информация есть. И, собственно, отчитываю себя ежегодно раз в год присты. Как глава в Украине. А здесь я как-то буду так. Хорошо. И более того, оповещения мы начали с июля месяца. Я так думаю, что все, кто хотели эту информацию... Ну, вы уже все забыли. Нет, у нас... Ну, Перина Владимировна сказала, что... Да, после сцена объявлений... Украина вчера... Да, контрольное было ввешивание, поэтому я думаю, что максимальное количество людей оповещены. Нет, ну, оповещены, да, но время очень неудобное, потому что люди не могут сорваться с работы и прийти сюда. Мы, если они сильно задерживают наших сотрудников, мы тоже не имеем возможности их. Они обязательно присутствуют для того, чтобы осуществить сайт. Да, и, кстати, я бы еще хотела сделать одно замечание, учитывая, что у нас один округ оголился, у нас ушла из жизни уборительный спор, Владимир Владимировна, вот, а Воронцов Борис Германович тоже заболел, поэтому я буду находиться здесь не очень долго, к сожалению, в один другой очередь вручу отчет, но абсолютно готов, с отчетом я ознакомилась, вот, и мне придется еще проехать еще войну за границу. Можно я тогда несколько слов скажу? Уважаемые присутствующие, дело все в том, что, на мой взгляд, мы все внимательно ознакомимся с нашими полномочиями как Советных депутатов, и мне бы еще раз хотелось сказать, что полномочия Советных депутатов ограничивается нашим уставом, и не всегда жителям понятно, какие полномочия исполняют право района Язнева, а какие мы исполняют депутаты. Поэтому то, что касается ЖКХ, эти вопросы, которые поднимаются чаще всего, и с которыми люди к нам приходят, вот, они скорее нарезаны нам 39-м законом, и я думаю, что присутствующие здесь это знают очень хорошо. Вот, 39-й закон поручил нам прием и закрытие адресов, которые принимают цели депутатов по трубе устройства и не очень много привода в районе Язнева. Это затверждается определенным решением, в котором расписывается четко то, на какой объект отвечает, и к какому депутату можно обращаться, если на объект или что-нибудь не так. И практика показала, что, в общем-то, ряд вопросов удается решать, ряд не удается, конечно, мы с этим работаем, а ряд удается решать очень оперативно, если житель вовремя обращается к своему районному депутату именно по вопросу адресного перечня, который принимает Совет депутатов. Все остальные работы по благоустройству и уборчивому капремонту проводятся на денежные средства, выделяемые правилами Язнева. Эти деньги, которые выделяются из того правила Язнева, вовремя, муниципальные депутаты не пронформируют, а только часть Совет депутатов, которые имеют конкретное обращение в рамках межвежедневного действия в правилах районов и местных депутатов. Поэтому, конечно, для нас максимально важно, когда жители знают информацию, какие адреса попали в этот перечень, и как они начинают контролировать это движение изначально с момента открытия папы. На сайте, который у нас, слава Богу, заработал с января месяца, все это вывешивается, все решения видны, с ним можно ознакомиться, но если кому-то не очень хочется читать бумажку, то можно всегда посмотреть запись собрания, там тоже, в общем-то, все это проговаривается, и мы четко озвучиваем все эти полномочия. Ну, собственно, вот, наверное, все, что я хотел сказать. Начните? Все, приступать. По этим вопросам нет никаких вопросов пояснения? Давайте, может, информацию вообще изложим, а потом уже вопросы. По благоустройству и выборочному капитальному ремонту, я напомню, что у нас было 9 объектов в втором избирательном округе по благоустройству и капитальному ремонту. По выводным наработам мы разделили, поскольку Ирина Владимировна не принимает участие, как глава муниципального ОЗБ в акте открытия работы, в акте закрытия работы. Но, тем не менее, ситуация контролирует. У нас с Верно-Васильевым на двоих было 9 объектов, в том числе Тарусский дом 8, глупоустройство, как Михаил Михайлович подтвердил. И Тарусское дом 4, Литовский бульвар 18, Литовский бульвар 46, корпус 2, еще не закончен, не подписан акт, Литовский бульвар дом 30, Литовский бульвар дом 15, корпус 5, Новоясенский проспект, дом 3, корпус 1. По всем этим объектам, по которым проводилось благоустройство и выборочный капремонт, в принципе, контактировали меня с председателем Совета домов, со старшими подъезда, с членами Совета домов, и по работам, ну, лично у меня никаких жалоб не было. Технические накладки, сознаюсь, были, связанные с Тарусской дом 8, Михаил Михайлович подтвердил, то есть там успешно вроде начали работать, потом, спустя некоторое время, вдруг эта бригада снялась, вот, ну, по сигналам Михаила Михайловича была проведена работа, работы были по замене кровли продолжены и завершены, жалоб вроде нет, да? Вот, поэтому хотелось бы благодарить, чтобы вовремя такие сигналы поступали по текущим работам, и чтобы мы могли совместно отреагировать на эти сигналы. Ну, я бы тогда говорила, что по Литовскому 13-12 тоже была сделана прекрасная дорожка, правда, по которой теперь пойдут трубы, к сожалению, это вот некие несогласованные, которые бывают в городе, но тем не менее, тоже благодаря обращению, там удалось ее продлить и заделать бордюрную камню, потому что это не входило в работы, но тем не менее, нам тоже пошли навстречу, и работы были сделаны в сроке очень хорошо. Извините, это какая дорожка на Литовском 13-12, которая от Литовского идет к дому, да? Прямо как от Литовского, да? Да, вот этот кусочек, да. Но это по моей заявке на Мусру делалась дорожка. Я на Мусру написала, а не сделали. Они сюда-то включили ее в перечень и проконтролировали, как это все будет сделано, так что мы совместно делали хорошее дело. Там же одна дорожка, которая идет по направлению к перегрузке. Так что там тоже, в общем-то, жители очень довольны. И прошлым благоустройством детских площадок, и вот тем, что сделано в Комнатоле. По остальным адресам просто у нас нет нареканий, поэтому ничего сказать такого, что там было что-то сложное. К сожалению, обратной связи нет, поэтому сложно. Но тем не менее, два объекта еще не закрыты, будем смотреть как там.